Ну вот мы и в Хапре. Река Хапер. Самая чистая река в Европе. Правда запах здесь не свежий от Краснянского спиртзавода. А скоро и природа здесь погибнет. Потому что господин Махмудов, друг Путина, собрался добывать здесь никель. Махмудизация прихоперья – это смертный приговор русскому черноземью. Если здесь начать разработку никеля, в который дружок Путина вцепился, как в последнюю десятку, произойдет экологическая катастрофа. А черноземье из богатейшей сельскохозяйственной житницы России превратится в пустынную территорию. Народ настаивает на проведении референдума, но чиновники, полностью подчиненные Воронежу и Москве, отказываются его проводить. Ибо знают, по последним соцопросам, от 96 до 98 процентов населения категорически против строительства никелевого комбината. А те, кого в путинских СМИ любезно называют геологами – обычные рейдеры, действующие по заказу Махмудова, которого здесь в прихоперье никто и в глаза не видел. Согласно пункту 2 статьи 78 земельного кодекса на земли сельхозназначения без перевода в иную категорию не допускается, не предусмотрено введение никаких поисково-оценочных и разведочных работ. Сейчас там находится база, находятся четыре буровые установки. Три буровые установки уже выгнаны в поле и борются скважины. Скважины предусмотрены на полтора километра. Ученые говорят, что если будут проборены скважины глубиной полтора километра, то и вода уйдет именно на полтора километра. Здесь ожидается, что колодцы у людей высохнут. И опасность еще в том, что у нас шесть водоносных горизонтов. Последний, шестой, это соленый слой. И он именно напорный, он находится под давлением. Как только он скрывается, воды сразу под напором, фонтан может бить вверх до 10 метров. Они изливаются. Во-первых, они поднимаются вверх, они смешивают и отравляют нам питьевые горизонты. И, растекаясь на чернозем, они просто уничтожают его. На прошлой неделе я был на семинарии в Краснодарском крае. Там были люди с Екатеринбурга, с Урала фермеры. Ну, разговаривал я с ними на тему никеля. Это обязательно я с ними со всеми вел общение. Значит, их слово было такое. Ну, беда, говорит. Фермерам вам придет беда, воды у вас не будет. Говорит, у нас нет воды, мы не можем раннюю продукцию, допустим, раннюю капусту. Мы вырастить ее не можем. Так как на один гектар нужно 50 кубов воды. То есть, вы реально понимаете, что пробурить на 600 метровую глубину, они сказали, у них вода на 600 метров находится, на 600 метровую глубину невозможно. Ну, любому фермеру, да и это очень дорого. Вот, поэтому, ну, мы боремся против добычи. Я думаю, что тут не может быть речи, допустим, о сельском хозяйстве. Какой? Если просто, если здесь даже упадут грунтовые воды, да, здесь, если вы заметите, да, в основном лесоносадки, ну, такие искусственные посадки, да, то есть раньше создавалось такой микроклимат, да, то, что был. И если упадут пойменные воды, ну, сейчас пойма упадет, да, вот, рек, лугов заливных здесь просто не будет, где косить сено. Потому что вот сейчас лето, допустим, в этом году холодное, дождливое, и вы, допустим, видите, да, здесь трава сейчас, да, в такие обычные года здесь, ну, засну, сухая трава в это время уже, как правило. Выжженное пространство. Да, выжженное пространство, и в основном сенокос идет вот по луговым, по луговым территориям, вот, как правило. А если этого здесь не будет, здесь, я считаю, никакого сельского хозяйства не смут. Прощай фермерство? Не можешь, да? Прощай фермерство? Прощай фермерство, я думаю, прощай фермерство, однозначно. Хаперский заповедник очень нежный экологически и пострадает, конечно, в первую очередь. Что будет, не может сказать никто, но мы знаем по аналогии, что происходит в подобных случаях. Погибает растительность, уходят воды, погибает вся живность, которая зависит от этого. Ну, о людях я не говорю, которые живут здесь. Хаперский заповедник очень близко находится от места будущих разработок. Дай бог, чтобы их не было, конечно. 16 километров ближайшая точка границы заповедника. Можете представить себе, в радиусе 30-40 километров обычно погибает вся растительность. А дальше уже влияние есть, но менее заметно. То есть Хаперского заповедника просто не будет? Просто не будет. Совершенно верно. Давайте продемонстрируем им всем, что мы едины и никакие наши внутренние противоречия не могут нас разъединить. Казаки протестуют уже почти полтора года, но казачьи круги так ничего и не дали. Есть Конституция Российской Федерации. Она гарантирует нам право проживания в нормальных экологических условиях. Мы требуем на основании Конституции исполнить наше право. Мы против того, чтобы здесь, на нашей земле развивалось такое производство, которое, в общем-то, и стране не нужно как таковой. Оно принесет. Люди хотят заработать деньги на нашем здоровье, на нашей жизни, на нашем благополучии. Мы против этого. И нам абсолютно все равно, кто за ним стоит и кто перед ним стоит. Как останавливать? Уже все законные методы мы пробовали. Последний, референдум, да, все. Депутаты наотрез отказались проводить референдум, хотя, казалось бы, да, такое разрешение вопроса конфликтного. Очень цивилизованно все. Можно было это все прекратить. Но депутаты затменены чем, не знаю, как будто зазомбированы. Что вы теперь делать будете? Не знаю. Я вот, честно говоря, уже даже трудно сказать. Хочешь, чтобы все это разрешилось мирно, чтобы все такие люди, и власть одумалась, и прислушалась к мнению народа. Возмущенные крики «Нелюба» не доходят до ушей алчных дельцов от бизнеса. Зато мысль о том, что там, где никель, там и золото с платиной, не дает им покоя ни днем, ни ночью. А то, что люди потеряют собственную землю, которая станет непригодной для жизни и сельхозработ, плевать. Это же быдло. Переселиться куда-нибудь, а не переселиться, пусть терпят. Звонили Путиному по телефону, прямая линия была, а мы ему звонили. Владимир Владимирович, прям так и говорила я. Почему вы не приедете ездить по всей стране, а почему вы к нам не приедете в поселок Сорокинский, Воронежская область, Новохоперский район, на Упокровские поселения и поселок Сорокинский, где разрабатывать хотят никель. Загородом, прям вот конец мой огорода и поставили забор, решетку, все, все кругом отцепили. Почему вы не приедете к нам и не поглядите, как мы будем тут жить. Пусть приедет сам Владимир Владимирович сюда, губернатор, и с тобой вместе будут тут жить. Я посмотрю, согласятся они или нет. Но нам тут жить невыносимо так будет. Вот что. А что же вам плохого? Вот будет завод, будет разработка, рабочие места будут, говорят. А экология какая будет? Какая экология будет? Вода-то уйдет, правильно? Уйдет вода. Вот, будет зона, вот сейчас у меня, видите, трава, все хорошо, кругом зелень. А тогда-то они же, ну прям за огородами, говорят, шахта будет. Прям за вашим огородом? Да, тут у них, у них загородами раньше бурили, и ребята, какие раньше бурили, они рассказывали. Вот везде они бурили, везде они бурили. Они нигде не делали, не цементировали. А загородами, прям загородами тут, все зацементировано, и туда загоняли трубы на полтора километра. И была вышка, оставлена вышка, но металлисты ее, как говорят, удалили. Сами понимаете. Вот, эту вышку. И осталась цементированная, и вот на таком расстоянии труба вверх. Что это место. И они нам тогда, геолы, и сами говорили, говорят, вот это место будет шахта. Лазейки туда. Тут это поле за огородом, самые большие залежи. Они нам так поясняли, говорили, тады, тады, ребята, в 70-х годах. А сейчас подошло, они загородились и все. Приезжал к нам Петров, глава администрации, мы ему в глаза это все рассказывали, все говорили. Зачем они ходят, измеряют, вот измерили мой дом, померили ширину, все. Зачем они, что они? Они говорят, может, что они вам предлагали? Никто нам ничего не предлагает. Никто. Ну, мы заявление написали, мы не скрываем. А как местная администрация вообще реагирует на ваши такие настроения? Да местные, они что, они говорят, мы не имеем права никакое запретить. Это, говорит, ни губернатор, ни я не могу запретить. Это Путин только может законсервировать. А Путин, думаете, не в курсе? Мы думаем, что он все зная, но молчит. Хоть бы раз в эфир он вышел бы. Это несправедливо он делает. Я думаю, он все знает, все знает, но он несправедливый. Он хоть бы вышел в эфир и всем бы народу, всем бы категорически всю правду сказал бы. Правильно? Вот он, огород сажаешь, вот огород. Прекрасно все. И все растет, а они болтают, что ничего у нас не растет. Как черноземье, как не растет-то? Говорят, у них не земля, песок выступает, у них песок, ничего не растет. Видите, какая картошка? И с той стороны. Прелесть, вот, огурчики, все. Все растет. Вот. А они говорят, что у нас ничего не растет. А зачем обманывают-то? Вот, обманывают людей, чтобы им заработать и за границу денежки. Они не пойдут, они пишут на благо, говорит, Новохоперского района, Воронежской области, обманывают. Все это за границей, нам достанутся проценты маленькие. И все. Ничего этого не будет. То есть вам ничего не обещали вообще? Никаких компенсаций? Никто и не подходил, и не разговаривал. Они хотят дурма все взять. Вот так, дурма они хотят взять. Вот это поле, самое говорили, залежи большие. Вот. Вот, глядите, это что делается? Это ток пускать или что? Колючая проволока. Вот. Все работает они. И туда, глядите, это вот край огорода. Вот, это мой край огорода. Заезжает трактор, обычно по дороге едет трактор. Заезжает пахать ко мне на огород. Или траву я скосила завести. А теперь мне все. Иди, ехай по огородам. И тут по огородам ехай. Все перегородили. И все. А это уже пошли по огородам. Вот. Это уже по огородам прям пошли. Вот. Это прямо самозахват какой-то? По огородам. По огородам. И тогда там доходят, вот за этот сад, туда. А потом вон там белый видно. И идет туда в лох, в балку. Туда и эту сторону, все в балку. 76 гектаров. Все. Три километра с лишним. Вот этого забора. Мне говорили 8. А? Мне говорили периметр 8 километров. Нет? Ну, может они мне так сказали. Ребята какие столбы вот эти ставили. Они мне так сказали. А я у них спросила. Ребята, зачем вы это делаете? Они бабуля, нам приказ дали. Мы, говорит, ни при чем. Нам надо заработать деньги. Чем мы? Мы сейчас вот это дело сделаем и уедем. Вот и все. А потом, говорит, тут будут глухую стену делать какую-то. Им же все равно, им же здесь не жить. Им-то не жить. Им сделать да уехать и все. Вот так-то. А вот эту вот самую проволоку, вот эту уже натягивали, вот делали. Вот эту проволоку. Ребята тут не русские какие-то. Вот самые. Таджики или кто. Я подхожу, хотела спросить. Ребята, зачем вы делаете что? Ток хотите пустить или что? А из них какой-то уже один. Говорит, ты ничего ей не рассказывай. Все. Секретная информация? Да. Ты ничего ей не рассказывай. Ну, я повернулась, ушла. Не рассказывай. Чего я буду? Вот так-то. Вот что делают они. Прямо какие-то захватчики, честное слово. Ну, вот захватчики. Вот же. Вон вышка. Вон будка стоит у них. Вот. Там он бурят они. Вот и все. Вот Россия до чего дожилася. Ну, пенсию там хоть платят? Пенсию платят. Платят пенсии. Но она идет не хуже. То коммунальные, то живи чем. Чего платят? Платить-то, если как мы жили, мы работали в советское время, нам хватало и на уголь, и на все. А то 7 тысяч уголь. Вот. 7 тысяч уголь. А провели, вот сейчас они, вот он, сделал распределитель, газ. Сделали. Когда людей никого нету. Кто его теперь будет подключать? А его подключать надо сто с лишним. А я уже гляжу в ямку туда. Мне уже не до этого газа. Чтобы я такие деньги собирала на газ. Вот какая из жизни подошла. Вот. Живете в основном с огорода, да? Огородом, огородом. Привезет машину. Магазина сейчас нету. Привозит машина легковая, частник там какой. Привезет, ну, хлеб, продуктишки. Привезет там крупу, все. Приказываем, привозят все нам. А так вот, что, картошка, огурец, все с огорода. Вот так мы и живем. Вот. Вот и через чем мы и говорим. Чтобы нам есть что-то такое оплатили. Чтобы мне дожить до старости, правильно ведь? Я куплю какое-то домишко. И какой-то буду картошечку там, что-то покупать и делать. Я уже к старости не годна буду обработать. Правильно ведь? Вот так-то. А они с нами никто не разговаривают. Никому мы не нужны. Митинг противодействию строительству никелевого предприятия. Предприятие Прихоперии объявляется открытым. Наивысшего накала ситуация достигла на митинге 22 июня 2013 года. Выступающие проводили невеселую параллель. 72 года назад на страну напали фашистские оккупанты. Тогда деды и прадеды защитили свою землю. А сегодня ее вновь пытаются захватить. Все эти Путины, Махмудовы и прочая сволота, засевшая в чиновных кабинетах. Не настало время дать им достойный отпор, напомнив о том, кто настоящий хозяин Черноземья. К нам в Урюпинск приезжала передвижная, ну как, приемная президента. Мы все обращались с этим вопросом против никелевых разработок. То есть прием был с 9 утра до 5 вечера. Ровно с 9 до 5 все урюпинцы пришли, обратились к Владимиру Владимировичу с просьбой. Конкретно я обращалась, что принять активное участие в решении этой проблемы. Не надо делать вид, что ничего не происходит. Происходит то, что взбунтовала вся центральная часть России. А мы продолжаем упорно делать вид, что у нас все хорошо. В итоге, что пришли ответы на вопросы, на такие, которые мы не задавали совершенно. То есть в очередной раз власть над нами издевается. В очередной раз предоставляют нам такие сведения, что мы обращались против разработок никеля. Нам говорят, что вы обращались по вопросу роддомов. Для чего мне нужен вопрос роддомов в данной ситуации? Не для чего. Вопрос конкретно был про... И опять я хочу обратиться к президенту. Повернитесь к нам лицом. Прекратите делать вид, что ничего не происходит. От вас зависит ситуация вот здесь. Только от вас. Вот и все. Народ, конечно, настроен радикально. Ну, сейчас там полицию собрали около ЧОП. ЧОП охраняет, усилили охрану, усилили полиции. Вот. Люди настроены очень радикально, конечно. В каком смысле? С прямым снести все это, потому что на душе наболело у людей уже. То есть народ готов на силовые действия? Да. Народ, бросив митинговать, пошел в сторону незаконно установленных бурильных установок. Всего установок четыре, а забор, окружающий захваченную территорию, по предписанию суда от 7 июня 2013 года, должен был быть снесен. Но стоит до сих пор. Мало того, охраняется ЧОПом и нагнанной суда полицией. Чиновники то ли в доле, то ли в страхе перед вышестоящим начальством. Вот народ и решил напомнить, кого им надо бояться по-настоящему. Браты, браты, браты! Вот так рук, на колбасе, в руки! Ну подняли. Кто взял? Казаки! Церковное имущество ломают. Кто ломает? Да кто ломает? Милиция пробежала-то поломала. Вот сейчас вот я тебя пойму. Поймаем его, поймаем. Мы сюда приведем. Не пойму. А что, за забор не пускают сегодня? А кого вы сейчас тут охраняете? Фонаря, казаки, у кого не таять? Всякому терпению приходит предел. Иногда это случается внезапно. Ограждение под натиском людского гнева не простояло и 10 минут. А потом загорелись машины и буровые установки. Две из четырех. Ну, бить! Ковыряйте нашу фашистскую областью! Дедов своих спорните, кто воевал? Повесили, повесили плакат. Это что? Это посольще. Кто за ваше будущее жизни отдавал? Нанятые чоповцы с позором бежали с территории. Наверное, для того, чтобы потом отомстить. Уже после событий они разбили машину и избили двух людей, которые возвращались с рыбалки и даже не присутствовали на митинге, переросшим в бунт. Но полицию, которой они были переданы, это не волнует. И вот уже следачки уверенно шьют им уголовную статью о неповиновении и применении силы к представителям власти. Всего было задержано 25 человек. 22 из них отпущены к моменту, когда этот материал монтировался. Обстановка в прихоперье остается напряженной. И если власть не отреагирует на события 22 июня 2013 года, никто не гарантирует, что бунт не вспыхнет с новой, еще более устрашающей силой. В бандитском государстве полезные ископаемые из явного блага превращаются в сущие проклятия. То, что сегодня показал народ в прихоперье, может явиться примером для всей страны. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, прихоперье, Политвестник ТВ.